Привет! Я решила дерзануть и выйти в прямой эфир. Я соскучилась, ходу его за рулем. А у меня всегда все с собой. И микрофон, и телефон. Да, роднульки мои, я только что рассказываю о том, что я решила дерзануть и выйти в прямой эфир за рулем. Привет, мои солнышкины! Мамени красавицыны! Здравствуйте, здравствуйте! Снегопад в Москве. Кто не в Москве, тот не знает. У нас снегопад. Температура уже была минус 2, сейчас уже минус 4. Такая же фигня, тоже соскучилась, безумно соскучилась. Сразу хочу сказать, я сделаю прямой эфир, о нем я сообщу. Это все, что касается Нового года, всех приготовлений, всех предостережений, всех мифов, всей пустоты, которую вы слышите в эфире, которую не надо вам делать. Опять же, попрыгать под коврик и все остальное. И объясню, что работает, а что нет. Эфир я не сохраню, поэтому заранее все готовьтесь к нему. Он будет только потом доступен по ссылке. Почему? Потому что я даю альтернативные вещи. И пусть другие, вместо того, чтобы спьездить, работают головой. И думают над этим, анализируют. Вот так. Я хочу похудеть. Хорошая история. Ну, для начала, ты же понимаешь, нужно сходить. Сейчас модно, как говорят, к дохренологу. Вот. Запрос на участие нет. А потом все остальное. Иногда нужна какая-то... Вот все у нас боятся слова стресс. Вот, стресс, стресс. На самом деле, наш хронический стресс, он плохой. А иного рода стресс, это классная штука. Это мобилизация организма совершенно по-другому. Клин-клин, говорят, ваше боя это. Привет. Мамины и сладкие, мамины роднольки. У меня будут сторисы, я очень много в сторисах, болтала, болтала, болтала. Потом решила выйти в прямой эфир. Насколько страшен Меркурий для покупки квартиры? Смотрите, говорят, ретроградный Меркурий, он по своей сути не годен для каких-либо сделок. Но, в первую очередь, нужно смотреть на что? Какой у вас Меркурий? Если у вас Меркурий в ретрограде, то тогда это ваше время. Теперь следующая уловка. Если вы хотели купить квартиру, думали о ней в период, когда Меркурий был в прямом положении, то это у вас завершение ваших мечт и завершение ваших действий. Вы же понимаете, все же можно... Даже вселенские законы, которые можно обойти, обыграть и правильно сделать. Поэтому, в данном случае, если попалась офигенная квартира, дешевая, нужная, или прям в нужном месте, районе, вы головой себе не ставьте блоки. Именно страх Меркурия в ретрограде может у вас внутри поселиться. Блин, я на ретроградном, а это, наверное, будет плохо. Вот это будет формировать вам проблему с покупкой недвижимости и проживанием в ней. А если... Вау! Мне же нужно было дождаться этот ретроградный Меркурий для того, чтобы найти лучшее для себя. И оно будет потрясающе срабатывать. Приятно, слезы не могут сдержать. Это радость хорошего во мне. Мамина золотая. Пусть день у всех сложится хорошо. И, ребятки, мы в такой год входим. Везде уже почитала. Мои коллеги, профессиональные астрологи, в большинстве случаев говорят, пипец тяжелый. Ну, Мерологи вообще там похоронили этот год. Вот. Я знаю лазейки. Вот. Поэтому в нашем прямом эфире мы об этом во всем поговорим. И сделаем из минуса плюс. А как же жить? Ну, интересно же только так, как обрести веру в себя. Солнышко мое, встань около зеркала. Вот встань и посмотри. И скажи, если бы я была херня на постномасле, меня бы боженька не создал. Вот я же для чего-то родилась. Я же нужна ему, вселенной, людям. Что-то же есть во мне. Раз такой процесс биохимический, глобальный был. Все были планеты задействованы, были задействованы люди. Родители 5 минут удовольствия получили. Понимаешь? Ты должна понять, что просто так ты тоже не родилась. А для чего-то. И для себя, и для внешнего, и для всего мира. И, не слушай, выкинь. Голову надо привести в порядок. Когда вы насматриваетесь вот этих всех гламурненьких в инстаграме, Вера теряется в себя. Блин, вот так. И, а у вас нет, запомните. Все, что там вот помазано на красиво. Камера выключается. В тапочках шаркают. Шик-шик-шик идут. И стаканы простые берут. Они красивые для кофа. Это вас учат. Доставайте кружечки. Пейте. Не обращайте на них внимания. Вот просто поверь мне. В тебе есть уникальность. И ты ее в ближайшие дни найдешь в своем отражении. Поверишь в это и пойдешь дальше. Люби себя. И ты тогда сможешь любить весь этот мир. И он отдаст тебе эту любовь обратно. Ты, не веря в себя, не веришь в Вселенную. Не веришь в Бога. О как! Любите, Люлю. Я беременна двойнее. Стоит ли рожать? Любимка моя. Ты сомневаешься? Но вот здесь... Киев, привет. Вот. Ты сейчас что хочешь сказать мне? Я что, тебе должна вынести вердикт? Я палач? Вот ты не справишься. Вот ты нас сложные, нумерологи сказали. Астрологи сказали, что жить нечего будет. Последний хрен будем без соли доедать. Ты о чем? Ты о чем, солнышко мое? Я никогда не возьму эту ответственность на себя. При том, что количество, количество людей обращаются ко мне с тем, чтобы забеременеть, рожают, присылают мне эти фотографии. Я не знаю уже, у какого количества человек я крестная мамочка. Вот. Поэтому, малыш, все зависит от твоего состояния. И не от мужчины, не от мам, пап. Они внешняя поддержка. А от тебя самой. Если ты сомневаешься в том, что ты хочешь детей, любишь детей, то что это... Не то, что ты их потянешь. У нас в Дагестане всегда говорили так. Если ребенок родился, лишним не будет. Лишняя картошка в суп, он тебя не объест. Вот. А ты на себя смотришь. Правильно рассчитай свои графики, как ты будешь жить, что ты будешь делать. И здоровье. Поэтому ручки на сердечко положи. Скажи, Боженька, помоги, пожалуйста. Не то, чтобы принять решение, укрепи меня в понимании того. И поверь мне, если это случайность, если это кармические дети, которые должны уйти, у тебя будет выкидыш. А если это то, что твое, ты ощутишь состояние радости. Вот такая маленькая подсказка. Кстати, всем, чтобы, вы же знаете, рекомендашки отходу, лайфхаки есть в каждом эфире. Скажите, женится ли мой сын? Пожалуйста, на светочные гадания. Там все решим. Я чихнула. Точно так произойдет. Будь здорова. Когда вы чихаете, и вам говорят, будь здорова, не говорите спасибо. А говорите, буду утвердительно. И себе, и тем людям. И все будет хорошо. Чих, кстати, это такой мистическо-магический процесс. Понимаете? Весь организм в этот момент. Опа. Вот. Весь организм в этот момент времени собирается. Понимаете? На минутку мы умираем. Так. И вот все, что было застаревшее, такими вспышками выходит у нас. Свобождая процесс. Пространство. Морек мой человек или нет? Это только не в дороге. Так. Баку приветствую. Так. По поводу жениться. Осталось без работы. Совет. Ну, смотри. Многие люди остаются без работы. Иногда остаются по причине своей собственной. Просто не хотят. Мозг не хочет. Тело не хочет. Занимаются не тем, что нравится. Наслушались каких-то людей. Вот. Просто-напросто не устроены внутри себя. Вот. По своей причине. А бывает по причине увольнения. Закрытие рабочего пространства. То есть внешние причины. И в том и в другом случае. В первом, конечно, еще покопаться в башке надо. А во втором это 100%. Возникает ситуация, что назрело давно время перемен. Следующий год перемен, помните, да? Время перемен. А ты все сидела и как-то не росла, не менялась. А возможно, учила какие-то курсы, но не применяла их в действии. Что-то хотела, но страх, лень, сомнения тебе мешали. И это идеальная возможность, даже если ты потеряла работу. Не смотри ни на кого. Ни на родственников, ни на детей, ни на соседей, ни на родителей, ни на кого. Просто так, хоп, вдох-выдох. Побыла в этом состоянии. Да? Когда посмотрела, когда поймаешь вот это кайфовое так внутри, вау, адреналинчик такой немножко тебя и страх даст, и серотонинчик повырабатывается. Давай объявление, ищи, и ты найдешь свое. Поверь мне, работу на телевидении я нашла, ткнув пальцем в объявление. И если про кого-то говорят, понаберут этих по объявлению, меня понабрали по объявлению на телевидении. Я стала лучшей журналисткой за какие-то месяц-три. Поэтому все, что угодно может случаться в жизни. Дети разводятся, двое детей у них, какая печаль. Мы никак не можем знать, печаль это или радость. Понимаете, мы не знаем, что и к чему. Лучше, чтобы не воровали временно друг друга. Но если в этой ситуации можно разобраться, и есть внешние сторонние факторы, которые мешают, то иногда их нужно убирать. Но тем более современная молодежь, у них совершенно другое мышление. И замусоренное, и нету вот этого семейно-строительного института, нету преемственность поколения. Они иногда делают на эмоциях ошибки. Но если есть серьезные причины, иногда просто, ну, здесь нужна либо помощь психотерапевта, который подготовит вас к этой ситуации, либо кто-то авторитарный в роду, который посадит. Так, таман я сказал, будем разбираться. Вот. Иногда вот эти жесткие семейные истории, они нужны бывают. Вот. А так, ну, это надо не печалиться. Пусть это будет к лучшему. Любое решение, разведутся или нет, еще неизвестно. Так. Кстати, мы с вами всегда плюс. Вы же всегда рядом. Всегда. И я всегда рядом. Так. Говорят вот так, когда здесь... Вот они, сердечки полетели. Вот. Сегодня призвали в армию. Очень переживаю за него, как пройдет служба. Так. Вы знаете, на самом деле, у вашего сына очень много внутренней силы, но она не реализована, как агрессия. Если бы ума немножко, вот просто бы он отнесся к этому правильно, отнесется к этому правильно, то он из этого сделает очень хороший скачок в своей жизни. Здесь надо просто не агрессировать, не плеваться, не обвинять никого. А собраться так, что я здесь, и что я из этого могу сделать. И тогда у него потрясающе может все получиться. В противном случае, в противном случае, он будет, ну, злой. А так у него, он в игольное ушко может пролезть. Стоит ли мужу менять... Так, это уже приемы или в моменты моего свободного времени дома, когда буду смотреть, сказать, менять работу или нет. Так. 20 ноября родилась внучка Фатима. Вау! Она у вас сразу, скажу, будет иная. Почему? Потому что имя Фатима достаточно сложное. Оно переводится рано оторванное от груди. То есть, это ребенок взрослый. То есть, у вас будет маленькая взрослая денщина. Вообще, это называется рано ставшая самостоятельной. У нее будет на все свое собственное мнение. Иногда вы ее за что-то ругаете. Или там, попроси прощения. Мне ни хера. Вот. Но вот она может весь рот вытянуть на себе. Она любой конфликт может по справедливости разрешить. И мужской характер. Мужской характер. Ну, неплохо. Все хорошо. Я же хорошенькая получилась. Можно ли драгоценные советы? Вероничка, покупаете меня словом драгоценный? Блин. Ладно. Давай я сделаю вид, что я на это повелась. Так. У нас получается с тобой. Смотри. По своей сути тебе самый главный совет. Познать себя. Узнать все свои реакции. Узнать все свои привычки. На что ты как реагируешь? Что тебя обижает? Что не обижает? Почему? Потому что тебе сокрыта такая энергия. Как сказать. Даже тебя не обижают? Блин. Ну, тебе надо на что-то обидеться. Блин. Надо найти кого-то виноватых. Потом. Тут же разрешить эту проблему. Потому что мужская энергия вылазит. Ты трансформируешься из любого состояния. Минута ты хорошая. Минута ты злая. Минута ты добрая. Помогаешь всему миру. Минута всех готова поперестрелять. Вот познаешь себя. Тебе гораздо легче будет понимать, что ты знаешь, что ты трансформируешь. Вот если очень хорошо запомнила это состояние, делаешь еще лучше. Потом пауза выдыхаешь. Если что-то очень плохо, это ты можешь на это все повлиять или изменить. Обида, наркотики, алкоголь, депрессия – твои убийцы. Ты очень глубоко под лед можешь зайти. Вот одна из историй. И тебе всегда в помощь, когда тебе хреновато, найди тому, кому ты можешь помочь. Просто вот хотя бы советом поговори, его тему, его проблему разбери. И совет дала, и помогла, и себя облегчила. Знаешь, это как реаниматологи. Это люди пограничных, таких спасателей. Вот, используя это. А причина вот этого твоего состояния – это момент твоего рождения. Я туда уходить не буду. Ты все время доказываешь, что ты хороший, что ты нужна. Но это психологи. Но я не психологи. Любите люлю. Серберушка, я вижу, что ты за мной наблюдаешь. Я в пробке еду. Я еду. Я знаю, что мне в два часа должны лишнюю дырку делать в теле. Ну, успею, не успею. Вот я даже не могу сказать пробка. Ничего сделать не могу. А она-то знает, что могу. Я раздвигаю тучи руками пробки. Сохраните. Сохраню этот эфир. Сохраню. Так, все, что касается, посмотри, там Самира, брата, еще там период очень острый, не понимаем, как быть. Все, что этого касается, если получится, я сегодня сделаю вечерний, может быть, поздний эфир, будем отвечать на вопросы, связанные и со здоровьем, и с отношениями. Так, Лизонька, привет! Лиза, вчера твой подарок, который ты мне подарила. Когда приходила, Руслан пытался его со всех сторон урвать. Не отдала я его, отбила. Не Руслана отбила, подарок отбила. Любимое дело не приносит денег, как быть. Я хочу на эту тему как раз провести большой эфир. Почему? Потому что многие из вас делают кардинальные ошибки. Иногда нужно работать на дядю, иногда нужно работать на том, что вам может принести деньги. А любимое дело не гнобить этой тяжестью зарабатывания, а подрабатывать им. Раз, два, три, включаемся. Это на тему, как я быстро вас включаю, Люба Цилюля. Конечно, все консультации у меня платные. Я благотворительно в этой жизни отработала очень много. И на сегодняшний день делаю свою работу охренительно. Беларусь, привет! Миссия предназначения не здесь, не сейчас. Приглашают на работу редактором, а хотелось развития в другом направлении. Ради денег идти. Татьяна, смотри, иногда бывает такая история, что ты говоришь не просто категорично «Я не пойду ради денег, хочу расти», а с другой стороны, «Надо идти ради денег». То есть, понимаешь, это такая мозговая, пинг-понг мозг играет у тебя в этой истории. А есть другой момент. Тебе пока предлагает вселенная что-то, то, что тебе на самом деле надо. Возможно, она чего-то большего знает. Иногда твой рост может пройти через вот это. Главное, когда ты идешь на работу, на любой работе, знаете, мы все временно, на любой работе, даже если она будет 20 лет у вас, временно. Возможно, вот здесь ты сейчас и деньги получишь, и работу сделаешь, которую очень хорошо знаешь, и получишь через это свой рост. В другое место может быть предложение. Может тот человек, который может тебе поспособствовать твоему росту, изменению, он появится как раз через эту работу. Просто легче отнестись к этому надо. А всегда исходить из того, из нужды. Вот что мне сейчас необходимо. Это нужно. Понимаешь, нужда это не в плане «Садакабоси, садакабоси». А нужда то, что нужно. Муж изменил, больше не верю ему, он не хочет развода, а я хочу. Солнышко мое, бывает и такая история в жизни. Бывает, ну, я понимаю, женское самолюбие задето, обидов, обида очень большая. Это, это, бля, как я королева, а он там, вот там другая королева, типа, вот, или принцесса, или фаворитка. Ты подумай, тебе будет лучше без него или хуже. Было ли что-то в вашей жизни кайфовое, когда вы обменялись энергиями. А может быть, уже давно ты сама хотела изменения в отношении, все замылилось. Вот, понимаешь, и, кстати, мужчины, которые первый раз были пойманы на измене, категорически не хотят разводиться. Такой парадокс, вот, по-размыслим над этим всем. Ну, тяжело, тяжело, потому что, если даже ты принимаешь решение остаться в семье, гордыня переполняет. При каждом поводе тарелку не так поставила. Ау, и вы на него с его изменой, да? Если забываете и вместе проживаете, все может до этой жизни быть. Луна была без курса, понимаешь? И понесло его не туда, куда надо. Добрый день, Ильич, приятного вас слушать. Спасибо вам большое. Получится от вас помощь очень нужна. Именно все равно обожаю, пересмотрела все здесь. Благодарство. Если какие-то нужные помощи, консультации, все, пожалуйста, экономьте время. Я, начиная с 1 февраля, буду в полном аврале. У меня нет новогодних праздников. Я делаю святочные расклады. Используйте эту возможность, потому что там я буду делать корректировки сразу на год. Используйте, потому что дальше с 1 февраля. Я не знаю, когда я дальше буду дома. Вот, поэтому, Леночке, звоните. Это ваш проводник к вашим решениям проблем и ко мне. Камни? Ага. А про камни я много сторис записала, прежде чем я прям вырвала в этот эфир. Вот. Про камни я там рассказала. Ну, на самом деле, это агат. Это агат, это ювелиры делали. Такой срез большой, такой оплата. Это редкость. Это из Коктебеля ювелиры. Святочные расклады я тоже хочу. Боже мой, ну неужели еще кто-то не знает. Я их 20 лет делаю. Волшебство это, волшебство это. Я смотрю вас, консультирую полностью. То есть вы там молчите, я почти всегда говорю. И я вижу, где слабые места, где сильные места. На что обратить внимание. Чтобы не вляпаться ногами в жир, да? Вот. И чтобы в партию не вступить такую, которую не надо. Корректируем сразу на год. Вот. Поэтому все, кто знает, уже записались в очереди. Я не знаю, там какие окошки останутся. 16-го не забивать. У меня день варенья. Я просто все годы работаю. У меня полтинник был, я не отмечала юбилей. Работала. Вот. Спасибо. А можно жемчужный? Жемчужный, драгоценный, бериллиантовый. Вот. Привет, Латвия. Привет, мои роднольки. Я откуда? Я из Дагестана. Я из Дагестана, я из Махачкалы. Папа у меня с Высокогорье, Ахвахский район, селение Арата. Вот. Папа по народности у него аварец. Одна из самых больших народностей Дагестана. Вот. Красавец был безумный. Маму обманул. Сказал, что он грузин, Миша. А на самом деле, Магомед аварец. Вот. Мама у меня гречанка с кубанскими казаками смешанная кровушка такая. Фамилия у моей мамы девичья Богославская Галина Федоровна. Поэтому во мне есть ряд смешаний. Есть предположение, что папина кровь разбавлена еще персидским. Персией. Вот. Что еще? А греческая линия мамы это Белиди. Так что вот такая вот смесь получилась. Спасибо вам огромное. Рада, что увидела. Прекрасно выглядит. Спасибо. Это у меня сейчас съемка еще. Ладно, я опаздываю то, что мне ухо дырявить будет. А то, что у меня съемочка сейчас про Мэрилин Монро будем рассуждать. Тоже 16 января день рождения. О-о-о. Я не знаю, по сочувствовать или порадоваться. Я чувствую запах маминых духов, но только когда вижу, что это. Кого видишь? Духи видишь или маму видишь? Вот. А возможно такое, что то, что было на связочных раскладах у меня сбылось у брата. Прям 100 из 100. Да, возможно, если в этот момент времени вы внутри думали о том, что так, пусть у всех моих родственников, особенно у брата, все будет хорошо, лишь бы заняться собой. Такое тоже бывает. Или очень много времени, внимания, мыслей забирали, забирал брат. Такое бывает, но достаточно редко. Питер, приветствую. В Питер надо ехать. Блин, ну тут как и надо поехать. Прекрасного дня. Любимки мои, все, всем прекрасного дня. Обожульки. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрели в глазки, будет все хорошо. Прекрасного дня.